Уже достаточно много было высказано относительно законопроекта регулирования правового статуса апартотелей и апартаментов. Особенно впечатлила передача Аргамана на ГТРК с участием Ирины Агрбанны Гуния, Нодара Чанба, Олега Домени и Даура Начкеби. Честно говоря, думалось, что после этого необходимость обсуждать этот вопрос просто сойдет на нет. Однако, как оказалось в дальнейшем, необходимость аргументации мнений за и против этого законопроекта сохранилась. Учитывая важность этого вопроса, считаем необходимым выразить свое мнение. Для этого остановимся на названии закона и терминологии, которые в нем применены. Что такое апарт-отель и апартамент? Откуда эта терминология и какова необходимость регулирования их правового статуса? До 2019 года термин «апартамент» встречался в трех следующих документах. Термин «апартамент» отмечен в классификаторе видов экономической деятельности следующим образом. Я извиняюсь, буду отнимать у вас время, но есть необходимость зачитывать для того, чтобы было полное понимание содержания. Это относится к категории «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Эта группа включает предоставление мест посетителям для проживания на срок дня или недели, преимущественно для временного пребывания. Она включает предоставление комфортабельных меблированных гостевых комнат и апартаментов с заправкой постели, сменой постельного белья и ежедневной уборкой. В перечень дополнительных услуг входят обеспечение питаниями и напитками, предоставление автостоянки, услуги прачечной, библиотеки, плавательных бассейнов, тренажерных залов, комнат отдыха и развлечения, а также предоставление конференц-залов и залов для совещаний. Перечень услуг, включенных в эту группу, говорит исключительно о наборе гостиничных услуг или услуг иных средств размещения туристов. Необходимо отметить, что в законе о туристической деятельности в Республике Абхазия собирательным значением объектов размещения туристов является термин не гостиница, а средство размещения туристов. Далее, термин апартамент употреблялся также в санитарных правилах, утвержденных в 2013 году главным санитарным врачом и согласованным министром здравоохранения, как санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц. То есть речь опять идет о туризме. Законом о туристической деятельности предусмотрена стандартизация в туристской индустрии. В соответствии с этим, согласно преамбуле, в целях приведения нормативно-правовых актов в сфере стандартизации объектов размещения современным требованиям, постановлением Кабинета министров от 6 августа 2019 года взамен постановления от 2006 года утверждены правила стандартизации средств размещения туристов. Еще раз подчеркиваю, средств размещения туристов. Об этом постановлении не раз уже упоминалось, что на основании этого документа, принятого в 2019 году, апартаменты и апарт-отели уже и сегодня можно строить, не нарушая закон. Это один из аргументов необходимости принятия нового законопроекта. Да, это постановление ввело правовое регулирование понятия апарт-отель как вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров категории студия и апартамент, а также понятие студия как номер, состоящий из одной комнаты с кухонным уголком, и апартамент как номер, состоящий из нескольких жилых комнат со спальными местами и отдельным предназначенным для отдыха помещением с кухонным уголком. То есть это почти идентичные понятия, отличающиеся друг от друга лишь количеством комнат. Таким образом, этим постановлением в перечень гостиниц и аналогичных средств размещения туристов введены понятия апарт-отель наряду с такими как мини-отель, мотель, акватель, хостел, коттедж и другими. И понятие апартамент и студия как вид номера в гостинице или аналогичном средстве размещения туристов. Опять-таки подчеркиваю, речь идет исключительно о туристах. И речь идет исключительно о гостиничных объектах. Соответственно, действительно, строительство апарт-отелей и апартаментов на сегодняшний день абсолютно законно. Но исключительно как объектов размещения туристов. Не для продажи иностранным гражданам отдельных помещений этих объектов. Я думаю, ни у кого по этому поводу возражений нет. Если речь шла бы в законопроекте о строительстве гостиничных комплексов, думаю, этот вопрос возражений и возмущений в обществе не вызывал бы. Но согласитесь, если честно, нелогично в целях туризма принимать отдельный закон о каждом виде гостиницы и о каждой категории номера. Как мы себе представляем законы о санаториях, о пансионатах или о номерах люкс и пол-люкс и так далее. По всей видимости, логика некоторая отсутствует. В дальнейшем эта терминология, кстати, уже используется в 2021 году. В постановлении Кабинета Министров о государственной программе социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы, где в перечне инвестиционных проектов указано строительство гостиничных комплексов с определенным количеством номеров, включая такие категории номеров, как люкс, пол-люкс, стандарт и апартамент. Таким образом, в целях развития туризма необходимость в предлагаемом законопроекте отсутствует полностью и нелогично. В этих целях требуется либо принятие изменений в действующий закон, либо принятие нового закона о туристической деятельности. В подтверждении моих доводов процитирую выступление министра по туризму с отсчетом за 2022 год на совещании у президента. Прежде всего, мы надеемся на поддержку наших законодателей. Абхазии нужен новый закон о туризме. Закон, который действует сейчас, принят в 2005 году, и он морально устарел. Мы проводили сравнение с Сочи, который пошел по пути увеличения коечного фонда за счет создания новых апарт-отелей. Источник информации – СНПРС. Соответственно, мы опять-таки подтверждаем, что, используя термин «апартамент», используя термин «апарт-отель», речь может идти исключительно о туризме. Если взглянуть на федеральный закон Российской Федерации об основах туристической деятельности в Российской Федерации и положение классификации гостиниц, утвержденное в Российской Федерации постановлением правительства, мы обнаружим опять, что термин «апарт-отель» используется в таком же содержании, как в постановлении Кабинета Министров Республики Абхазии от 2019 года. Абсолютно. О котором говорилось выше. А термин «апартамент» установлен в Российской Федерации как категория номера высшей категории, наряду с такими категориями, как «сюит», «люкс», «джуниор-сюит» и «студия». Исходя из вышеизложенного, непонятно почему, вместо рассмотрения нового закона о туризме, о котором не раз говорил и министр по туризму, обращаясь к депутатам парламента за поддержкой, по поводу его принятия, в повестке парламента почему-то более срочным и более важным стал совершенно другой законопроект. Более того, в который по непонятной причине нелогично внедрены термины из другого закона, термины из туризма. И еще более непонятной станет ситуация в случае принятия этих двух законопроектов, так как либо из законодательства о туризме необходимо будет исключить такие виды гостиниц, как апарт-отель и такую категорию номеров в гостинице, как апартамент, и станет вопрос тогда, чем заменить эти термины законодательства о туризме. Придется изобретать новшества в Абхазии. Либо в совершенно разных законах в этом случае будут использоваться одни и те же термины, но с разными значениями. Далее, для того, чтобы полностью снять домысла о туризме, обратимся к самому термину «турист». Ну, на обывательском языке турист – это гость и ни в коем случае не хозяин. Отсюда происходит и само слово «гостиница», занятый в сфере размещения туристов, прекрасно знает, что такое гостевая карта, которая оформляется туристу. Подойдем с точки зрения нашего законодательства. Турист – это физическое лицо, посещающее страну в различных целях, без занятия оплачиваемой деятельностью. Формулировка не очень однозначная, поэтому обратимся к законодательству Российской Федерации для более глубокого понимания содержания этого термина. Кстати, российский закон берет за основу определение Всемирной туристической организации. И там турист – это лицо, посещающее страну с различными целями, но без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране временного пребывания. Предлагаемый законопроект об апартаментах и апарт-отелях в части 7 статьи 5 прямо предусматривает право собственника апартамента использовать его с целью получения прибыли, что не соответствует понятию термина «турист». Ну, такое право собственника апартамента обусловлено вообще правом частной собственности, если он становится приобретателем апартамента. Поэтому это все можно упростить и рассмотреть эту ситуацию вообще до мелочей пошагово. Ни застройщик, ни подрядчик, ни его субподрядчик туристами, естественно, не являются. Не является туристом и лицо, которое становится собственником апартамента при заключении сделки купли-продажи. Турист появится только если частное лицо, которое стало собственником апартамента, изъявить желание использовать его не только в личных целях, но и сдавать туристам. Однако это условие, которое предоставляет право собственнику апартамента, но ни в коем случае не является его обязанностью. И право использования в личных целях понятие довольно-таки растяжимое. Таким образом, однозначно обсуждаемый законопроект всего лишь может иметь косвенное отношение к туризму при его использовании собственником. Но не более того, если выразиться тезисно, предлагаемый в этом законопроекте апарт-отели и апартаменты – это не туризм, а право собственности иностранных граждан на помещение, приспособленное и предназначенное для проживания. Возникает, конечно, вопрос – откуда и почему в новом законопроекте появилась подобная терминология. И, конечно же, в первую очередь, как всем известно, этот термин используется в Российской Федерации. И как там обстоят дела с этой терминологией – апартаменты и апарт-отели. В Российской Федерации, помимо используемых по прямому назначению гостиничных апарт-отелей и апартаментов, примером которых служат, например, многие в Абхазии знают апартаменты в горке города на Красной Поляне, они используются исключительно как гостиничный комплекс, по прямому назначению являются туристическими апартаментами. Но в Российской Федерации также применяется термин «апартамент» в отношении помещений, которые неофициально называются апартаментами. Еще раз подчеркиваю, это применение этой терминологии, оно неофициально. И они фактически используются собственниками в качестве жилья. В таких объектах речь о предоставлении гостиничных услуг не идет. И обратимся к комментариям юристов Российской Федерации. Как они комментируют этот вопрос, как они комментируют эту ситуацию. Законодательство жилья в Российской Федерации не дает определения, что такое апартамент. Термин появился сначала на рынке недвижимости, и государство вынуждено придумывать законы под этот тип жилья, подчеркиваю, под этот тип жилья, чтобы установить правила для застройщиков. Главное юридическое отличие апартаментов от домов с квартирами в назначении земли. Поэтому, если вы решите покупать апартамент в Российской Федерации, то в первую очередь нужно попросить у застройщика документы, где указано это назначение. И это может быть кадастровый паспорт или свидетельство о государственной регистрации и право. Если застройщик строит апартаменты, и в свидетельстве о государственной регистрации и право написано один из двух типов назначения земли для размещения зданий гостиничного типа, либо для объектов общественно-делового назначения. Формулировки бывают такие или примерно такие. Если это здание гостиничного типа, это наиболее понятный тип апартаментов. В таком здании собственник практически покупает квартиру по закону Российской Федерации, как обычную квартиру в новостройке. Если у застройщика земля общественного делового значения, то нужно смотреть далее документы на вид разрешенного использования земли. Если есть пункт про гостиницы, то это подходит для того, кто хочет приобрести апартаменты как жилье. Если пункта про гостиницы нет, то это офис, и не получится сделать регистрацию и жить как в квартире. Исходя из вышеизложенного, мы приходим к тому, что законодательство Российской Федерации не ограничивает строительство гостиничных апартаментов с продажей их в частную собственность и фактическое использование собственниками в качестве жилья. Но и жильем с точки зрения жилищного кодекса не признает. И проблема заключается в нормах и правилах застройки жилья. Жилья, которые обходят строительством так называемых апартаментов. Там требуется соблюдение при строительстве жилья норм обязательного обеспечения жителей детскими садами, магазинами, поликлиниками и другими важными объектами инфраструктуры. На апартаменты не распространяются также специфические для жилья санитарные нормы. Поэтому девелоперы экономят деньги при строительстве апартаментов. То есть таким образом очевидно, что это и есть самая настоящая серая схема строительства и продажи жилья в обход закона. Именно об этом говорил президент Российской Федерации, указывая, что апартаменты это не туризм и не принесут соответствующих доходов от туризма. В связи с этим там обсуждаются вопросы изменения в законодательство. В Российской Федерации обсуждаются вопросы внесения изменений в законодательство о возможном признании таких строений жильем и запрете их дальнейшего строительства и продажи в таком варианте. Есть такая инициатива. Подобную проблему уже пытался решить Министерство России в 2017 году, выступив с инициативой законопроекта, который, во-первых, выделил понятие апартаменты, а во-вторых, обозначил условия перехода нежилого помещения в эту категорию с дальнейшей возможностью распространения норм на нее жилищного кодекса Российской Федерации. Этот законопроект там принят не был. В 2021 году в Госдуму внесен законопроект, который должен помочь определить правовой статус апартаментов. Вместо обсуждаемой Министрой концепции запретить строительство апартаментов и узаконить построенные, новым документом предлагают узаконить строительство таких проектов в будущем и вести понятие многофункциональные здания. В предложенном варианте проекта закона никак не регулируется статус данных уже проектов, где уже живут люди, а также строящихся на тот момент. Но проектам закона предлагается ввести понятие многофункциональное здание, распространить жилищный кодекс на такие проекты и разрешить прописку. Вот какая перспектива у подобного рода апартаментов. Это в Российской Федерации. Мы же эту терминологию, по сути дела, взяли оттуда. И таким образом вопрос о статусе апартаментов в России обсуждается уже несколько лет. Документ планировалось принять еще в 2016 году. Более свежая информация по состоянию на июле 2023 года. Никакого решения не принято. В этих помещениях, например, нельзя получить постоянную регистрацию. На них не распространяются правила капремонта и нормы закона о тишине. И если можно, я зачитаю все-таки обсуждение этого законопроекта в Госдуме Российской Федерации. «Завис вопрос, апартаменты по жизни есть, а в законодательстве их нет», констатировала спикер Сафеда Валентина Матвенко. «Раз они есть, надо дать им правовой статус». К сожалению, пока мы не можем прийти к единому компромиссному мнению, по этому вопросу признал Марат Хуснулин. Поэтому, что получились совершенно разные подходы у крупных и небольших городов. По мнению Матвенко, строители порой ведут себя пожульнически, не объясняют покупателям, какие ограничения наложены законом на этот вид недвижимости. «Люди-то невиновны, они остались в неразрешенной ситуации», указала она. «Не могут люди проживать, не имея правового статуса». Эта проблема обсуждается остро. Граждане, проживающие апартаменты, требуют признания их жильцами в соответствии с жилищным законодательством. На самом деле проблема не в жуликах-строителях, а в законодательстве, парировавых, установленных. Он пояснил, что появление апартаментов связано со строгими правовыми нормами по зонированию территории, инсоляции, расстоянию до школ и садиков, медучреждений. Большинство из них действуют только в России и других странах, требования более гибкие. «Еще одна проблема связана с зонированием территории – это в промзоне можно построить общежития, но запрещено строить жилые дома», – привел пример Марат Хустулин. «И эти законодательные ограничения привели к апартаментам», – резюмировал он. «Мы не можем жить в жестких, закостенелых нормах развивающейся страны». На что Валентина Матвенко предложила не заметать проблему под ковер и готовить законодательные решения. Никуда уже не деться, надо придавать правовой статус. На будущее это может быть упрощенный регламент, и по мнению главы Совфеда можно выработать разные правила, чтобы у всех была возможность использовать этот вид недвижимости как жилье. То есть апартаменты, которые не являются гостиничными комплексами, в России обсуждается признать жильем или признать многофункциональными зданиями, под которые будет распространяться требование жилищного законодательства. Этот спор там пока продолжается, к единому мнению не пришли, но когда нам говорят, что нам надо гармонизировать законодательство с Российской Федерацией, что нам надо принимать закон об апартаментах, то хотелось бы, чтобы мы в этой области действительно гармонизировали законодательство и учитывали опыт Российской Федерации и то, с чем мы дальше столкнемся. Проблема в чем заключается? То, что уже построено по серой схеме, оно построено. Но не стоит такой вопрос, чтобы узаконить такую схему обхода действующего законодательства. стоит проблема, как решить, что сделать с этими объектами и в дальнейшем строительство подобных объектов или эксплуатацию подобных объектов таким образом просто запретить или прекратить. Что происходит у нас? Нам предлагают узаконить и применить схему в целях обхода ограничения в нашем законодательстве продажи жилья иностранцев. Если исключить из нашего законопроекта неуместные в нем термины апарт-отель и апартамент и заменить их термином помещение, предназначенное для проживания, которым оно, по сути дела, и является, то по содержанию закона будут исключены все противоречия. И в сухом остатке останется проект закона, позволяющий продавать такие помещения иностранным гражданам. То, что мы имеем в содержании этого законопроекта. Конечно, в этой связи необходимо отметить, что в Абхазии также применяются серые схемы по продаже жилья иностранцам. Законодательства пытаются обходить разными способами, и такие сделки совершаются и начали совершаться не вчера. По этой причине органы-уполномоченные осуществляют контроль в этой сфере, должны систематизировать имеющуюся информацию о видах и количестве обхода ограничений законодательства и представить ее для разработки проектов-законов, ограничивающих обход действующего законодательства. Речь, допустим, может идти о переводе жилья на первом этаже в коммерческое помещение, а в последующей продаже ее иностранным гражданам. Если данный вопрос перевести на простой крестьянский язык, надо ремонтировать забор вокруг засаживаемого поля, если он нарушен, а не открывать ворота безысходности. Относительно наличия в законопроекте ограничения времени пребывания собственника апартамента, речь идет о том, что собственник апартамента ограничен во времени пребывания, и ссылка идет на миграционное законодательство. Можно также долго говорить, но считаем, что в этом нет необходимости. Наверное, достаточно будет констатировать факт, что правила регистрации иностранных граждан в средствах размещения туристов в действующем виде не исполняются. Действующие на сегодняшний день правила, они не исполняются. Обеспечить их исполнение и контроль за исполнением потребует значительных затрат и новых кадровых ресурсов в соответствующих государственных службах. Можно в дополнение сказать, что по имеющейся информации, подтвержденный ответом на депутатский вопрос, законопроект ни с государственной миграционной службой, ни с Министерством внутренних дел, как органами, осуществляющими и регулирующими вопросы миграции и регистрации, не был согласован. Ко всему сказанному нельзя не добавить, что принятие законопроекта также может негативно сказаться на местном бизнесе, осуществляющем деятельность в сфере туризма. Поток туристов и возможности приема туристов ограничены в Республике Абхазия. Они не безграничны. В это же время, по данным Минтуризма, уже наблюдается почти двукратное увеличение численности действующих объектов размещения. Это информация, опять-таки, из Обснепрессы. Только за последнее время, согласно тому же источнику, выделено более 100 земельных участков по строительству новых объектов размещения туристов. Мы все сами наблюдаем появление и дальнейшее строительство большого количества новых коттеджных объектов и мини-отелей. Возникает вопрос, если у нас развивается туризм, если у нас развивается строительство гостиниц, мини-гостиниц, зачем нам строить апартаменты и апарт-отели, якобы для развития туризма. Как отрицательно повлияло продажа апартаментов в виде жилья иностранным гражданам? С точки зрения представителей малого бизнеса, того же, допустим, Батуми или Черногории, довольно много информации есть в открытом доступе. Желающие могут посмотреть в интернете, почитать отзывы и отклики. Местный бизнес там просто не выдерживает конкуренции. А в наших условиях острого дефицита дешевых заемных средств проблема, безусловно, будет острее в разы. Много можно обсуждать вопросов, связанных с этим законопроектом. Много вопросов уже было обсуждено. Но помимо множества подобных вопросов, включая вопросы, связанные с инфраструктурой и прежде всего с энергетикой, конечно, есть более серьезные проблемы в связи с этим законопроектом. Эти проблемы связаны с угрозами национальной безопасности.